Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это Need for Speed No Limits, и перед вами самая красивая, наверное, бэха, которая у меня в гараже. Это BMW M5. Закончилось событие на неё, и я заполучил эту красотку. Честно говоря, именно в кузове она очень классно выглядит. Позже, в самом конце видео, скорее всего, мы её оттюнингуем на заводские настройки, и посмотрим, как она будет выглядеть без вот этого широкого корпуса, без спойлера и прочих фишек. Ну что ж, давайте на ней прокатимся. Есть трассы в компании, которые можно на ней как раз проехать и заполучить необходимые там чертежи, к примеру, поганочки нашей прекрасной зонды. Ну что ж, у меня всё практически было прокачано до эпических деталей, кроме двигателя. К сожалению, я не смог себе выбить вот этот вот комплект. Комплект, сейчас я покажу, если он здесь есть, а он здесь есть. Комплект улучшения двигателя. То есть, в событии я не смог его купить ни за золото, ни за кредит, потому что он мне не попадался почему-то в чёрном рынке. Поэтому у меня его нету. Ну что ж, давайте прокатимся на этой тачиле великолепной. Кто выбил данную тачку, отпишите в комментариях, как вообще вам она. А у нас вот, кстати, есть событие, в котором мы можем её заполучить. Сейчас только посмотрим, сможем ли мы это событие как раз на ней же и проехать. Я думаю, что можем. Да, будет уровень сложности средний, но, думаю, это возможно. Как раз против чипа будем кататься. Вау, какая у него яркая тачка, блин. Надо, кстати, поэкспериментировать с этим винилом. Слушай, у тебя отлично получается на М5. Может, потренируемся? Конечно, гонка с высокими ставками мне больше по душе, но пока и так сойдёт. Покажи мне гоночную траекторию, и я помогу тебе выжать из М5 вообще всё. Удачи! Ну давай попробуем показать тебе траекторию. Движение. Погнали! Следуй за мной, чип. Да, у него точно такой же винил. О, у нас здесь даже бочечки эти металлические стоят. Так, аккуратненько. Главное их не задевать, потому что они сбавляют нехило нам скорость. Так, хоба. Да, чип у нас... Где-то сзади. Чёрт, С2! Пришлось мне всё-таки сшибить одну из этих бочек. Что хочу сказать по событиям. Мне пришлось купить пять чертежей, чтобы тачку прокачать до шести звёзд, иначе бы седьмой день я не смог пройти, потому что нужно было набрать 751 пиар. А при пяти звёздах это было бы очень сложно. Отпишите в комментариях, кто так же поступил, как и я. То есть купил ещё пять чертежей, потому что именно пяти чертежей не хватало, для того, чтобы тачку прокачать до шести звёзд. Относится она у нас к спорткарам. Тачка на данный момент, наверное, самая быстрая среди спорткаров, но я ещё не прокачивал... Мерседес, по-моему, там у меня какой-то есть. Может быть, он ещё и мощнее. Ты оправдываешь ожидания. Молодец. Спасибо, чип. Можно ещё разочек прокатиться. Смотрите, ни одного чертежа. Это фигово. Предохранитель, к сожалению, нам выпал. Было бы классно, если бы мне выпал не предохранитель, а всё-таки чертёж. Что ж, в таких повторных гонках, к сожалению, мы тратим два пропуска и три бака горючего. В игре сейчас планируются повторы, поэтому в ближайшем будущем видео будут выходить на те тачки, на которые я планировал. То есть на очереди у нас McLaren 650S, также Mazda RX-7, и, естественно, сейчас я качаю Lamborghini Aventador. Если у вас ещё есть какие-то пожелания по тачкам, на какую тачку вы бы хотели посмотреть, оставляйте их в комментариях. Ну что ж. Так, у меня осталось два, да? Вот здесь можно против поганочки как раз прокатиться на сложной сложности. Три бака горючего, конечно, требуется. Давайте я быстренько посмотрю рекламку, пропущу её, и мы отправимся в гонку. Итак, рекламку я обрезал специально для вас. Что ж, отправимся в гонку, посмотрим, смогу ли я побить Брайна на его погонизонде. Ох, какая она прям под меня покрасился, видать. Так вот, что ещё хочу сказать по каналу. Буквально дня два видосов вообще не выходило. Дело в том, что я сейчас участвую в хорошей премии от русского радио, и надеюсь на вашу поддержку. Если вы не в курсе, что это такое, проходите в группу мою ВКонтакте, посвящённую данному игровому каналу. Там есть ссылка на голосование. Если вам понравится мой трек, можете проголосовать за меня. Там есть другие участники, которые тоже представили очень интересные и классные даже работы, которые могут въесться в ваш мозг, и вы можете ходить весь день, потом напевать. Так вот, голосуйте за того, кто вам понравится. Ссылки на группу мою вы найдёте в описании. Пост есть на стене данной группы. Буду рад вашей поддержке. Но мы продолжаем. После этой гонки предлагаю зайти в тюнинг-мастерскую и всё-таки немножко отмастерить её. Сделать больше под классику. М5 это новиночка. Кто не знает, она была представлена ещё в Need for Speed Payback. Итак, теперь нужно лишь выбрать поганочку. А поганочка нам не попадается. Попадается крепёж. Это грустно. Никакой моносерии, кстати, не добавили, к сожалению. Ну, да и ладно. Хорошо, что у меня было где-то 700 золота, и я смог себе позволить купить 5 чертежей данной тачки. Ну, а сейчас давайте мы отправимся в тюнинг-мастерскую и здесь попробуем вот цвет окраски поменять, потому что она у нас эксклюзивненькая. Во, видите? Можно её ведь поменять как-нибудь по-другому. Так. Всяких цветов полно. Серенький вот есть. Жёлтенький ещё так смотрится. Вот если серенький взять, а корпус покрасить, допустим, в белый не очень, в чёрный, она, наверное, будет ничего так смотреться. Ну, ладно, мы сейчас сделаем из тачки то, что было в Payback. И я, по крайней мере, постараюсь сделать. Она была какая-то, знаете, коричнево-красная, что ли. Сейчас попробую такой цвет отыскать. Ну, что-то здесь его нет. Вот что-то, наверное, приближённое к этому, но не то. Так, ну-ка. Всё-таки ближе к коричневому цвету она была. Так, это не то. Сейчас мы здесь посмотрим. Такой красно-коричневый. Вот что-то типа такого, может быть, было даже. Вот. Или такой цвет. Вот не хватает чего-то такого красненького сюда. Так, хром у меня, к сожалению, закрыт. Давайте из глянцев посмотрим, что у нас здесь представлено. Глянец, конечно, попроще такой цвет. Здесь нет вообще ничего. Давайте, наверное, применим вот такой вот цвет. Значит, надо отменить раскрасочку нашу. Диски я предлагаю такие же оставить. Вот суппорта надо поменять. Давайте на какой-нибудь, может, серый. Нет, вот этот поинтереснее будет смотреться. Тонировочка, конечно же, чёрная. Мы нормальные пацанчики. Так, диски мы красить не будем. В принципе, всё. Сейчас мы посмотрим все капоты, которые здесь представлены. Нам нужен будет обычный вот такой, но мы посмотрим, что у неё здесь есть. Вау. Ничегошные такие капотики здесь нормальные завезли. Даже есть карбоновые, как вы видите. И то есть они именно вот для этой тачки. На других я её не встречал, но нам нужен стандартный. Так, по колёсам всё то же самое. Зеркала, ничего интересного. Спойлер на крышу. Угу, тоже ничего интересного. Спойлер основной. Вот можно тоже поставить стандартный, да? Угу. Выхлоп у нас не меняется. Ну, вот такая вот примерно тачка должна быть в оригинале. Вот такой вот кузов мы вернём сейчас. Вот. Практически то, что было в пейбеке. Давайте попробуем на ней где-нибудь прокатиться. Но сначала заберём с грузовых доков классический контейнер. Последний, пятый. Мне, по сути, должны сейчас ещё золото дать. Кстати. Давайте посмотрим, что у нас здесь за акция идёт. А акция у нас сейчас идёт на Ягуар. И мы его сможем выбить только в золотых контейнеров за 90 золота. Не очень хочется тратить. Что ж. Давайте, наверное, прокатимся в соперников Блэк Ридж. На этой красотке. Да, меня сделают, это по-любому. Но мне всё же хочется посмотреть, что она может противопоставить. В данном случае против Макларена 650S. Скорее всего, он нас сделает вообще как стоячих. Ох, блин. Бэк всё-таки классно смотрится. Тюнинга у меня никакого нету. Что ж, прокатимся. Выше тачка намного. Это заметно. Мне очень нравятся у неё родные диски. О, видите, как он рванул. Сейчас посмотрим на максимальную скорость. Кстати, ещё мне многие отписывали, типа, Флик, переведи на километры. Давайте наберём 500 лайков. И я сделаю отдельное видео, где прокачусь на разных тачках. И переключу спидометр свой на километры. Кто за 500 лайков? Я думаю, для нас это вообще немного. Ну, а я продолжаю гонять. Мне, кстати, самому интересно, какая тачка сколько выжимает. Потому что максимально, я насколько помню, 330 или 360 миль в час я ездил на Кёнис Сеге CCX. Мне очень интересно, какой результат он покажет в километрах. Потому что 360 миль это свыше 500 километров в час. Прикиньте, какая скорость бешеная. Мы, конечно же, приехали последним. Минус 17 СП у нас. Грустно, печально. Но чё такое бывает? Тачка выглядит, конечно, бомбезно. Но в кузове поинтереснее. Без кузова она как-то слишком просто выглядит. Ой. Серьёзно. Прикиньте, я перепутал её с Ягуаром. Просто Ягуард в таком же цвете и Бэха у нас в таком же цвете. Ну, красавица. Я бы хотел, конечно, и такую тачку. Но говоря, что Бэхи сейчас нынешние сыпятся. Это очень грустно. Что ж, вот мы и посмотрели на BMW M5. Тачила зачётная. Жаль, никаких моносерий на неё не появилось. Но всё же, по событиям. Вот она нам пишет. Заходи попозже, у меня будет для тебя кое-что интересное. Опять же, в группе ВКонтакте я выложу пост с информацией о том, какие события сейчас вас ждут. Потому что сейчас будут повторы. Следовательно, у меня будут появляться, скорее всего, контейнеры либо повторные гонки с чертежами той или иной тачки, на которую было событие когда-то. Ну что ж, а на этом всё. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока!